Еще раз здравствуйте, мои девочки, мои красавицы! Всех с праздником! С 8 марта вас! Я не устану поздравлять! Мы выехали наконец-то, мы это я и Боням. Сейчас очень деток много, у них закончилась, видно, школа сейчас. Надо поаккуратнее, потому что дети народ непредсказуемый. Сегодня мы поговорим с вами на очень любимую многими тему, она актуальна, эта тема. Знакомство с иностранцами. Именно самое начало, я бы сказала, начало знакомств, начало ваших отношений. Вот об этом. И еще так же это видео будет, я постараюсь, конечно, рассказать все, что знаю, да, я владею информацией. Возможно, это кому-то пригодится. Потому что я никогда не слышала таких видео, но тогда как бы не сильно так он и развит был, YouTube, я так думаю. Может, он давно сильно развит. Я просто не смотрела. Ну, раньше, и не у всех компьютеры были, знаете, лет 15 назад. Поэтому, я думаю, видео будет достаточно информативное, полезное. И пытаюсь переорать, пока мой GPS. Я дорогу, в принципе, помню. Но, знаете, у меня критический, или как это говорится, топографический кретинизм. Я теряюсь. Я вроде в трехсосках могу заблудиться. Как-то мне с этим сложно. Поверните направо на трехсосках. Поверни, как ее пише сделать, не знаю. Роберт знает. Значит, начинаем. Мы начинаем. Ложись, я сказала. Лех, быстро. Быстро, Лех. Вы познакомились с мужчиной. Он, как правило, аж не сразу все звонят. Начинается переписка. Но, мы помним, да, что мы живем в веке IT-технологий. И это раньше мог что-то сказать. И девушка, и мужчина мог, конечно, соврать, я так думаю. У меня нет веб-камеры. Потому что раньше в компьютерах не во всех же были камеры. Нужно было покупать отдельно и там ее вставлять, да, в гнездо. Вот у меня нет камеры, или что-то еще начинается выдумывание. Я сразу таких гнала. И я долго не переписывалась. И вам не советую. Переписка, можно, здравствуйте, я такой-то, я такая-то. Все. И на этом нужно выводить вашего потенциального жениха. Уже нужно выводить в личное общение. Уже вы видите. Получилось с прерыванием видео у меня. Ко мне Альбиночка позвонила. Моя девочка любимая. Из Сургута, подружка моя. И мы с ней болтали. Мы очень, мы надолго у нас всегда. Я уже колечки заехала. Уже отдала ей краску. Уже домой едут. Продолжаем. Значит, вы должны выводить уже своего потенциального жениха. Уже в видео общение. Вы видеть его должны. Благодаря этим технологиям. Как же так не пользоваться ими. Вы можете увидеть вплоть до трещинки на паркете у него. Понимаете? Настолько. А если человек начинает изворачиваться ужиком, да? Начинает выдумывать. У меня нет камеры. У меня там то или другое. Вас это должно насторожить. Или же тоже есть такие еще. Он, значит, с вами общается по скайпу, например, да? Он вас слышит. Он чаще всего может находиться в наушниках. Он вас слышит. И вы как массовик-затейник. Его еще веселить должны. Слышишь? И он сам не разговаривает с вами. Делая вид, что у него проблемы с микрофоном. Это чаще всего так поступают женатые мужчины, которые ищут себе девочку. Ну, поразвлечься, поехать. Дешево. Жена видна рядом, а он типа в интернете. Такое вообще сплошь и рядом абсолютно. Что еще должно вас напрячь? То, что он, допустим... Секунду. Во-первых, вас должно напрячь. То, что он, знаете, находится постоянно в одном месте и не хочет вам показывать свою квартиру. Тоже непонятно, где он и что он. Если уже люди общаются, и сейчас видео у всех, камера есть в телефонах, у всех. Можно обзорную квартиру и квартиры посмотреть, да? Это все, что хочешь. Все, что хочешь. Если человек настроен серьезно по отношению к вам. А если он какой-то, блин, с камеры, еще очень часто деньги просят. Ну, это вообще отдельная тема. Это будет видео с камеры или мошенники, наверное. Так бы я назвала это видео. В общем, понятно, да? Если человек настроен серьезно, он тоже будет заинтересован в том, чтобы с вами общаться, увидеть вас, видеть, как вы, где вы находитесь, с кем вы живете. Это нормально. Это нормально, потому что, ну, когда человек настроен серьезно, понимаешь? На светофоре поверните направо. Сейчас, девочки, что-то есть сегодня. Так. С этим понятно. Дальше. Он приезжает, да, к вам. Первая ваша встреча. Я надеюсь, что все-таки вы выберете вариант, когда он приезжает первый. Потому что это вас, во-первых, абсолютно обезопасит. Вы на своей территории, вы в своей стране. Я не советую лететь первый. Конечно, разные случаи, не все похожи. Есть какие-то единичные случаи, где вообще там чуть ли замуж сразу не выходят. Ну, такое бывает крайне редко. Поэтому лучше пусть мужчина первый летит. Мало ли кому же он псих какой-то. Вообще непонятно кто. Но я об этом говорила в прошлом видео. Поэтому не буду уже повторяться. Значит, он прилетает. Естественно, он не должен останавливаться у вас дома. Ну, вы что? Это вообще исключено. Чужой человек. Это все равно, что взять человека на улице просто. Это то же самое. Тут же интернет. Чужого, неизвестного для вас. И тащить к себе домой. Исключено. Вообще исключено. И что это значит? Почему вдруг он не может оплатить себе отель? Зачем тогда он нужен? Нет, нет, нет. Он должен остановиться в отеле или квартира посуточная. Это уже, ну, как бы на его усмотрение. И сам себе все пусть бронирует, чтобы вы там еще и должной не оказались. Понимаете? Он может пожить, а вы останетесь должны еще за эту квартиру, если вы посуточно, допустим, для него снимали. Тоже надо быть за ним аккуратным. Потом есть такой момент еще. Если вы встречаетесь в другом городе, например... Ой, сколько собачек идет. Ох, как много собачек. Бонечка, ты ничего там сидишь не видишь. Через 400 метров поверните на площадку, который будет стоять. Зачем двигаетесь прямо? Вы живете, например, в Николаеве, хотите встретиться в Одессе. Например, девочки. Не в своем городе. Вы договариваетесь с ним о том, что он вам должен отдельно отель снять. Естественно. Естественно. И желательно у вас должен быть отдельный номер. Это прям очень желательно. Потому что, опять же, а если... Мне надо сюда перестрелиться. Потому что, а если он ненормальный какой-то, вам придется терпеть его? Нет, конечно. Никто никого не должен терпеть. Но это уже по усмотрению. Поворачивай, я тоже поворачиваю. Это уже по вашему усмотрению, конечно. И когда вы прилетаете, например, раньше него, вы, естественно, едете же в этот отель, который он для вас якобы забронировал. У меня лично не было проколов, но я, конечно, потом только подумала о том, что могло было бы произойти. Я заселилась в отель. Это я в Одессе встречалась с мужчиной. Двигайтесь прямо. Я заселилась в отель, а он... Я рано приехала, я поездом ехала из Кировограда. А он летел. У него аж поздний был рейс, прилет. Уже поздно-поздно. Я же не буду, естественно, по городу ходить целый день. Я пошла, заселилась себе в этот отель. И потом уже поехала, встретила его в аэропорту. Я рисковала, потому что, во-первых, он мог не прилететь, наврать мне правильно. Во-вторых, по выселению я даже не думала об этом. Ну вот как-то Бог меня миловал. Он мог, ну, вам просто могли счет предоставить и сказать, мадам, вы у нас пожили. А они хотели бы вы заплатить. Вот этот момент вы должны выяснять сразу, оплачен ли отель. И вы должны это, ну, спросить у него, конечно, вы можете, но лучше всего подойти на рецепшен. И на рецепшене спроси, девочки, оплачено или нет. Потому что, ну, чтобы я не нервничала, чтобы я не переживала. Вот это тоже очень правильно. То даже при заселении можете спросить. Если... Оно и надо при заселении спрашивать. Потому что, если отель не оплачен, не заселяйтесь. Я вас очень прошу. Неизвестно, захочет ли он оплачивать. Неизвестно, приедет ли он. Мало ли всякое может быть. А вдруг рейс отменили. Знаете, вдруг отменили рейс, и он как бы ни в чем и не виноват, может быть. Ну, короче, вы поняли. Вот это тоже немаловажно. Маловажно. Дальше. Что я хочу вам еще посоветовать. Это лично мои наблюдения. Это лично... Ну, вот не знаю. Так, аду же разумно. Аду же, аду же проразумно. Сити холл. Как себя обезопасить, если у вас уже, может быть, второй раз вы даже взлетели. Ну, я даже думаю, и первый раз надо проверять. К вам ли прилетел этот мужчина? Потому что я категорически против того, чтобы мужчина летел еще к каким-то девочкам. Конечно, это мое личное мнение. Ну, я такая. Я не ревнивая, но хату спалю. Ну, вот я не... Ко мне, значит, едет ко мне. Что значит еще к кому-то. Не интересно. Это очень просто проверяется. Вообще. Вы его встречаете в аэропорту и провожаете. И все. И все понятно. Вы сразу все увидите. А если... Так как моя история с вот этим вот, с которым я в Питере встречалась, да, когда он меня на вокзале встретил и кучу футболок привез, но он и не стеснялся разных размеров, разным женщинам, то я не знаю. Наверное, после этого у меня такая вот стратегия выработалась. Потому что это крайне неприятно, чтобы... Твой мужчина потенциальный даже твой жених. Да, еще не жених. Чтобы он ехал... Ну, как-то, знаешь, как бы... Тебя выбирают из тысяч. Нет. Ну, как-то я не знаю. Может, кто-то по-другому смотрит на эту ситуацию. Ради бога, имеете право. У каждого свое мнение должно быть абсолютно. Так же хотелось бы немножечко поднять вопрос о том, кто же должен за кого платить. Мое мнение, думаю, вам понятно. Мужчина должен платить за все. И за все. За свою женщину. Когда начинают некоторые рассказывать, а вот в Европе так не принято, каждый платит за себя. Fifty-fifty. Мужчина не должен. Мужчина не должен. А я отвечу вам так, дорогие мои старики. Что значит он в Европе? Почему он не женится на своей женщине, с которой у них одинаковые принципы? Он же не хочет. Давайте поговорим, например, о шведах. То, что мне ближе. Так едете, что ж ты? Давайте о шведах. Ну, а что ж ты ищешь тогда в России, в Украине, в Белоруссии женщину себе, если ты хочешь жить по шведским правилам? Так в добрый путь, мой хороший, давай. Иди со шведкой заводи отношения. Что ж ты хочешь со своими понятиями 50 на 50 или вообще не платить за женщину? Тогда не лезь в наши страны. А ты хочешь, слышишь, нашу девочку. Да еще, чтобы девочка за себя платила. А не до фига ли ты хочешь? Милый друг. Милый друг, не грусти. Правильно? Правильно. Может, кому-то это неправильно. Мне это правильно. Мне это подходит. Если кому-то это будет подходить, тоже, пожалуйста. Конечно, у всех в своей жизни своя голова на плечах делайте, поступайте, как считаете нужным. Я рассказываю, боже мой, она меня уже начала напрягать. Сейчас, девочки. Делайте, как считаете нужным. Но я думаю так. Что дальше по списку? Несколько слов, конечно, добавить хочется по поводу мошенников. Их, конечно, пруд в пруди. Их очень много. Они тоже играют на чувствах женщин. Впереди, наверху, там было указано 25 крон. Это выезд из города. Въезд и выезд. Въезд платный, выезд платный. Все платно. За все надо платить. Значит, хочется сказать, это отдельная тема, огромная тема. Ее можно вообще обсуждать бесконечно. Историй масса, историй много, когда женщины просто обворованные, грубо говоря, остаются. Но, опять же, по своей вине. Виновата она, не он. Он себе и он со всеми так. А она, как мало позволить. Вот это вот тоже мне не нравится. Значит, он профессиональный, допустим, там, Альфонс, Схаммер, мошенник. Он видит, женщина в него уже как бы влюбляется, да. Она ему уже доверяет. Уже прям, ну, вообще там чуть ли не сердцевый ему положу, тебе подарю. Ага. Он это чувствует. Ну, естественно, со мной такой момент вряд ли бы случился. Потому что я еще того Альфонса разведу, скорее всего, чем он меня. И начинается, любимая моя, вы же знаете эти истории. Мне там срочно кто-то где-то, Господи, какой-то дедушка умер, надо что-то кому-то помочь. Я в тяжелой ситуации. Которая, мы бываем, Боже, этих историй миллион. И женщины ведутся на это, и они высылают большие суммы. Потому что он им рассказывает, что я потом верну вам больше. Боже мой. Самое такое малое, самое такое безобидное, да? Ну, что они начинают по чуть-чуть. Мне, дорогая, вышли мне денег, пожалуйста, у меня камера поломалась. А я хочу с тобой общаться, чтобы ты меня видела. Ей, любимая моя, и эта женщина, дура влюбленная, она летит уже в Эстер-Юнион, уже все отправляет на ходу. Понимаете? Бред. Вообще. Что значит у тебя камера? Ну, ты пойди докупи себе камеру. Ничего себе, что вообще? Миллион долларов она стоит. Иди докупи. И все, и вот это после камеры, он, знаете, зондирует почву. По чуть-чуть, по чуть-чуть, и начинается дойка конкретная. Если женщина еще попалась на крючок, он уже за ноздри подхватил, как говорится. Все. И начинает выкачка денег. Он в жизни в своей никогда не встретится. Никогда. Но женщина об этом узнает уже позже. Уже гораздо позже, когда уже она, есть такое в украинском языке слово, ошукана. Как его перевести так? Ну, вот прямо оно такое, я не знаю, прям подходит. Обманута. Ужас, кошмар. Вот таких миллион случаев, вы сами знаете, можете бы и интернете почитать, и куча программные эти темы, и взрослые женщины ведутся. В основном у них получается попадать в такие ситуации. Летят, допустим, отдыхать, где женщины Египет, Турция. А они же это же вообще. Им сказку рассказать, как два пальца, знаете, об асфальт. И я тебе эту звезду подарю, я назову планету именем твоим, понимаешь? Я назову планету именем твоим. Да-да-да, и мир будет твоим. И Боже, и сказку подарю, и восточную сказку расскажу. И эта звезда на небе твоя, в твоих глазах отражается мои. И мое сердце стучится сильнее у девочки. И ведутся женщины, ведутся. Потому что хочется тепла, хочется любви, хочется доброты, внимания. Ну, Боже мой, ласки. Ну, естественно, если она одинокая женщина, ей никто таких слов не говорит. А тут она приехала, и он вокруг нее. А еще, блин, я так ржу постоянно. Когда вот эти вот горячие мужчины, там, допустим, ну, те кто эти, горячие мужчины. Это Мексика, где я там была последняя, да, мужчина? Где? И Мексика, и испанцы, там, купинцы. Он так смотрит, так вот глазами, вроде, с поволокой он пытается. А на меня же это вообще не работает. Вообще не работает. Ну, он совершенно не действует. Когда любимая красавица, какая красивая. Я даже не слышу этих слов. А женщины слышат остальные. Могут слышать. Потому что им хочется, им не говорят этих слов. И она абсолютно доверяется, вот, знаете, в омут с головой. Ну, это вообще. И вроде как и осуждать ее за это невозможно. Потому что понятно, от одиночества, блин, волки. Как волки воют. Все это понятно. Ну, хуже еще потом этой женщине. Что хуже становится, понимаете? После того, когда она понимает, что ее он просто использовал. Отымел, обобрал. И все. Хуже еще хуже потом. Поэтому, женщины, прислушивайтесь. Прислушивайтесь. И, понятно, хочется сердцем. Но мозг, пожалуйста, не отключайте. Вот хотелось бы на этой позитивной ноте. И закончить на сегодня. Я еще раз, мои хорошие девочки, красавицы мои. Мои будущие зрители, мои зрители, которые уже у меня есть. Я вас люблю всех. Вы у меня умнички. Самые лучшие зрители в мире. Будьте счастливы. Любите. Будьте любимы. Пусть ваши половинки. Ну, половинки, я не знаю, красивое, некрасивое слово. Ваши мужчины, которые у вас есть, любят, на руках носят, прям вообще, задаривают красивыми подарками хорошими. У кого нет этого мужчины, я желаю вам в скорейшем будущем встретить такого человека, который будет уважать, любить и ценить вас. Искренне желаю вам всем счастья, с любовью вашей.